Девушки отдыхают Ты человек, а человеков мы в деревню не пускаем Если ты торговец, скажи, где твой корабль, и мы пришлем своих торговцев, чтобы вы обменялись товарами У меня нет корабля, и я не торговец Я пришла поговорить с правителями Простите, но человеком в деревню входа нет Спасибо, вы очень любезны Не за что, давай, уходи Ну вот, зелье кончилось Ой, фу, меня сейчас вырвет Какая мерзость Какое странное ощущение Я стала совсем легкой Дома я бы заработала на этом кучу денег Вот это да Ты перелетела через пропасть Ты бескрылая, но летаешь как аллатин Да я и сама офигела Так ты, Ветровей? Да уж, а кто это? О нем у нас есть пророчество Ну ясно, эти пророчества меня преследуют Говорят, что однажды придет Неолатин Но он будет также парить в воздухе Он выучит наши сказания Он принесет с собой ветер И наступят новые счастливые времена И все Знаете, я уже начала забывать Какой простой была моя жизнь Семья, друзья, школа, парни Никаких пророчеств и никого не надо спасать Я не понимаю тебя, Ветровей Тебе надо поговорить со сказительницей в городе Уверен, она захочет на тебя взглянуть Мы уже очень давно ждем Ветровея То есть вы меня пустите? Спасибо Нет, это тебе спасибо Здравствуйте Здравствуйте Добрый день, незнакомка Что тебе понадобилось от Алатинов? Нужно поговорить со сказительницей Со сказительницей? Тогда иди в город и увидишь там замок Сказительница живет в башне Она уже старая И не любит солнечный свет Природа отвоевывает свою землю Контраст между ней и цивилизацией здесь очень резкий Жалко, что у меня нет с собой красок и альбома Когда-то давно башня была важной частью города Каким-то храмом или дворцом Но теперь она почти разрушена Гнездо Хотя в гнездах тут мало кто живет Теперь Алатина предпочитает жить в домах Стой, кто идет Видите ли, я Ветровей Ветровей? Что, правда? А кто еще смог бы сюда влезть? Да, я Ветровей, представьте себе Ну, если так Ты должна доказать, что ты из Алатинов Ты должна знать наизусть четыре сказания Из четырех уголков мира Это сказание ветра Сказание звезд Сказание моря И сказание возвращения По каждому сказанию Я задам тебе один вопрос Если ты впрямь Ветровей То на все вопросы ответишь верно Ты готова? Извините, мне нужно подготовиться Тогда возвращайся Возвращайся потом Я проверю, как ты знаешь сказания Привет Чего делаешь? Играю? Играю А во что? Не во что Мой папа Страж замка Ему разрешают Точить зубы Правда? А мой папа фермер Да И у вас там звери есть Да У нас там коровы Лошадки А что такое Коровы И лошадки? Ну, коровы Такие большие Толстые Коричневые У них четыре ноги И белые пятнышки Они говорят Му А лошадки? Лошадки очень забавные Они быстро бегают Они очень красивые Но лучше всего то, что на них можно кататься А я тоже быстро бегаю Налетать пока не могу У меня крылья пока не выросли Но когда вырастут Я улечу далеко-далеко И все увижу И даже лошадок Вот здорово Я, кстати, Эйприл А тебя как зовут? Саена А ты будешь со мной дружить? Конечно, Саена Только если и ты со мной будешь Обещаю Ты знаешь сказания ветров, звезд, море или возвращения? Да Моя мама рассказывала мне сказку про звезды Хочешь, я тебе ее расскажу? Конечно, Саена Мне очень хочется послушать Ладно Вот моя сказка Сказание звезд Я расскажу ее тебе своими словами Как мне говорил мой учитель В маленькой деревне Джиджи У грохочущих холмов Унуин Жила была девочка по имени Мана Она была очень любопытная И все время мешала взрослым аллатинам Они ей говорили Иди играй в другое место Но Мана не хотела играть с детьми Она хотела все время быть со взрослыми Смотреть, что они делают И учиться делать так же Но однажды маме Маны Нажаловались гончары И стражники И торговцы И солдаты Прямо весь народ И мама сказала, чтобы Мана Больше никогда не лезла ко взрослым Мама велела ей идти играть с другими детьми Или сидеть и рисовать Или лепить из глины Но Мана была слишком любопытная И раз ко взрослым ей подходить запретили То она решила Пойти в лес Он рос прямо за деревней Джиджи Ей всегда запрещали ходить туда Потому что там было опасно Но Мана была такая любопытная Что все равно взяла и пошла в лес Она не хотела уходить далеко Но потом увидела белую пушистую птичку Которая порхала в траве Мана захотела поймать птичку И поспешила за ней Птичка улетела в лес И Мана побежала следом Она не смотрела, куда бежит А хотела только поймать птичку Принести ее домой И заботиться о ней Но потом птичка спряталась в норку в земле И Мана увидела, что стоит она на маленькой полянке Где-то посреди леса Она очень устала, бегая за птичкой А когда осмотрелась То увидела лишь незнакомые деревья и цветы И поняла, что заблудилась Ведь она же не смотрела, куда бежит Она не в первый раз попадала в беду Из-за любопытства Но такого с ней никогда не было Она еще не умела летать И не знала, куда идти К тому же она очень устала от погони И у нее кружилась голова Стало темнеть А Мана была совсем одна В дремучем и опасном лесу Ей было страшно И хотелось спать Поэтому она свернулась клубочком под деревом Закуталась в свои крылья И заплакала Скоро стало совсем темно И где-то неподалеку Завыли волки Мана так испугалась Что просто окаменела от страха Но через некоторое время Усталость дала о себе знать И... И Мана уснула Она проснулась от того Что услышала голос Зовущий ее откуда-то сверху Мана посмотрела в звездное небо И увидела духа в пяти сказителей Которые смотрели на нее Из-за своего любопытства Ты заблудилась Сказал один Ты потерялась Так тебе и надо Сказал второй Бедная девочка Сказал третий Мы тебе поможем Сказал четвертый Но запомни Сказал пятый дух Мы отведем тебя домой к маме Если ты пообещаешь нам Одну вещь Обещаю Сказала Мана Что бы вы ни просили Я все сделаю Хорошо Сказал первый дух Ты должна сложить Сказку об этой ночи И назвать ее Сказанием звезд Эта сказка Будет предостерегать Любопытных И учить их осторожности Продолжал второй дух И они не попадут в беду И... Молвил третий дух Она напомнит Аллатинам Что духи их сказителей Следят за ними И помогают в беде И пять духов сказителей Провели Манау Через лес И к утру Она была дома И Манаа Рассказала Сказание звезд Всем в деревне И все запомнили Что любопытным Следует быть Осторожными И что духи сказителей Всегда смотрят за ними Это была моя сказка Сказание звезд И я рассказала ее Своими словами Как велел мне учитель Это очень красивая сказка Саена Спасибо Ну, увидимся Саена Ты уходишь? Да Извини Просто у меня Кое-какие дела У взрослых Вечно Дела Осторожнее Не подходи близко Я сейчас закончу Простите Ты за горшками? Не думала, что к нам ходят торговцы Нет Я пришла поговорить С сказительницей Правда? Не знала, что сказительница Говорит с чужеземцами Должно быть Ты особенная? Наверное Кстати, меня зовут Эйприл А я Ниема и Стаамы Единственная латинская деревня На Алоисе Красивые горшки Ремесло моего народа Керамика И рассказы Но одними рассказами Сыть не будешь Я знаю многих людей Которые этим зарабатывают Хотя они это делают по-другому Им повезло Впрочем, мне нравится делать горшки Нравится чувствовать мокрую глину И придавать ей форму Это почти как создавать новую жизнь Хотя не знаю Мужа у меня пока нет Так что я еще не пробовала А у тебя есть муж Дети Слава Богу, нет Я еще к этому не готова Знаешь Этой весной мне исполнилось восемнадцать Мне кажется, я уже готова к замужеству Но пока Никто не заставил меня парить на крыльях Здесь все такие скучные А знаешь, стражника На дороге у деревни Как он тебе, а? А, и сам Он красивый У него большие крылья Но, по-моему, я ему не нравлюсь Он на меня внимания не обращает Это еще ничего не значит Может, он стесняется А может быть, ты с ним поговоришь Только не говори, что это я просила Хорошо Я поговорю Спасибо, Эйприл Ты знаешь сказания ветров, звезд, море или возвращения? Да Сказания возвращения я знаю К сожалению, горшки у меня получаются лучше, чем сказки Расскажи мне Хорошо Это сказание возвращения И я рассказываю его своими собственными словами Как услышал от своего учителя А тот от своего Моран был красивым и латином С сильными крыльями и твердым клювом Он жил под белыми утесами Где вода особенно солона и обильно рыбой Моран был помолвлен Сонарой Самой прекрасной девушкой на свете Она была верной, стройной, высокой А глаза ее были голубы, как море Но Моран не спешил брать Анару в жены и дарить ей детей Он всегда находил предлог, чтобы подождать еще немного Анара была прекрасным горшочником Но лучше всего она умела рассказывать сказки Сказительница той деревни хотела, чтобы Анара стала ее ученицей А потом и новой сказительницей Но Анара отказалась Ведь тогда она не смогла бы выйти замуж за Морана Потому что сказительницам нельзя заводить детей Ее отказ был неслыханной дерзостью Разве отказываются от такой чести? Но для Анары была важнее любовь к Морану Но Моран все еще колебался И однажды он сказал Анаре Я отправляюсь в паломничество к далеким берегам Пока я буду в пути Согласно нашим традициям Я буду свободен от нашей помолвки Лишь когда я вернусь Узы ее вновь возобновятся В этом не было ничего странного Молодые латины нередко отправлялись в паломничество Разрывая на это время помолвку с возлюбленными Но сердце Анары было разбито Она-то надеялась, что Моран скоро женится на ней Она заплакала, и Моран сказал Не плачь, когда я вернусь, мы поженимся Обещаю Только дождись меня Липи горшки, и время пройдет быстрее И с этими словами Моран улетел к далеким берегам Прошло много лет Моран пережил удивительные приключения Но однажды его охватила тоска по дому и по Анаре Он понял, что любит ее И хочет на ней жениться Но когда он вернулся То не нашел Анару среди гончаров Ее родные сказали, что Анара ждала много лет Но потом все же согласилась пойти Ученики-сказительницы И что прошлой зимой старая сказительница Встретила свой последний ветер И Анара стала новой сказительницей Моран негодуя отправился в гнездо сказительницы Увидел там Анару и сказал ей Ты обещала дождаться меня Но Анара не сказала ни слова Она лишь повернулась Взяла непонятный сверток и протянула Морану Внутри лежал старый горшок Расколотый надвое Что это за горшок? Спросил он И почему ты не дождалась меня, как обещала? Анара помолчала, потом произнесла Когда ты уехал, дорогой Моран Я сделала для тебя этот горшок Я хотела подарить его тебе на нашу свадьбу Но прошло много-много лет И я поняла, что ты не любишь меня так, как я тебя И ждать твоей любви безумие Но я хочу жениться на тебе, вскричал Моран Я вернулся Но Анара лишь кивнула на разбитый горшок в руках Морана И сказала Если оставить сердце без ухода Оно разобьется, как и старый горшок А разбитое сердце не собрать заново И Анара отвернулась от Морана И больше никогда не говорила с ним И сердце Морана, как глиня на черепок Разбилось надвое Потому что разлука делает сердце хрупким Это было сказание возвращения Я рассказала его своими словами Как рассказывал мне мой учитель И как я расскажу своему ученику Спасибо, Ниева Не за что Вы знаете сказание ветров, звезд моря или возвращения? Я знаю сказание моря, человек Не поделитесь ли своим знанием? С большим удовольствием Это сказание моря Рассказанное моими собственными словами Как мне рассказывал мой учитель А ему его учитель Это было очень давно Когда народ Алатинов был силен И мы могли целыми днями парить на теплых ветрах над морем Тогда мы ловили рыбу И воевали с майорумами С мокрохвостами Одним из сильнейших воинов у нас был Акалас Его когти были длинные и острые Клюв твердый А зубы крепкими Акалас был любимчиком в своем клане И оттого стал он надменным и заносчивым И вот однажды сказительница его города Дала Акаласу очень важное задание Отнести священный камень сказительницы другого города За морем Этот камень символизировал союз между двумя городами И для жителей этих городов было очень важно Чтобы его доставили в целости и сохранности Акалас ухмыленулся и пообещал Что доставит камень в целости И сделает это очень быстро Но сказительница все равно волновалась Ибо Акалас был слишком молод и самоуверен Она хотела проучить его И показать, что острые когти, клюв и зубы Не главное достоинство воина Что истинному воину должно быть мудрым и осторожным И так Акалас полетел через море На четвертый день он увидел что-то в воде Эта вещь привлекла его внимание И любопытство одержало верх над чувством долга Акалас спустился к воде Чтобы рассмотреть эту вещь поближе В воде он увидел майорумов, которые охотились Почти у самой поверхности И решил еще раз продемонстрировать свою силу Он хотел получить плавники этих мокрохвостов Чтобы похвалиться ими перед своим народом Но оказалось, что майорумы Приготовили ловушку Когда он кинулся на майорумов Из воды вылетело копье И ранило его Акалас упал в море Выронил драгоценный камень И изо всех сил забарахтался в воде У Акаласа шла кровь Майорумы хватали его за крылья и лапы Но он храбро сражался И в конце концов вырвался Но хотя он и выжил Внутри у него все умерло Он чуть не сгорел со стыда За то, что потерял драгоценный камень Акалас не мог вернуться домой Потому что он подвел сказительницу и свой народ Поэтому он отправился на маленький островок И поселился там совсем один Акалас стал известен как потерянный Тот, кто не смог выполнить священную миссию Из-за своей заносчивости Прошел год И однажды около островка Акаласа Причалил торговый корабль с людьми От торговцев он узнал об ужасном существе Живущем в море Звали его Актаво Говорили, что у Актаво был третий глаз Похожий на драгоценный камень И им он заманивал Беспечных моряков в свои лапы Акалас сразу смекнул Что третий глаз Актаво Это и есть его потерянный камень И что теперь у него есть Возможность исправиться Но Алатины не любят воду Поэтому при одной мысли о том, что придется нырять в темный ледяной океан Акалас ужаснулся Но даже смерть была лучше его теперешней жизни Поэтому Акалас решил рискнуть Под водой он двигался очень медленно И от его зубов и когтей не было пользы Поэтому Акалас вырезал себе копье И полетел туда, где в последний раз видели Актаво А потом Акалас нырнул в море Темные воды сомкнулись над ним Его лапы и крылья онемели Но Акалас плыл все глубже и глубже Пока не нашел логово Актаво Увидев Акаласа, чудовище бросилось на него И Акалас увидел третий глаз Свой драгоценный камень, сияющий во тьме Сердце воина преисполнилось безумной храбрости И он отважно ринулся в бой Но он тут же понял, что ему не совладать с Актаво Этим восьмилапым чудовищем Когти и зубы Акаласа Не наносили монстру почти никакого вреда Поэтому Акалас заманил Актаву в узкую расщелину Где тот накрепко застрял Акалас же поплыл вверх И с помощью копья Опрокинул на чудовище большой камень Спустившись вниз Он увидел, что Актава Беспомощно барахтается Но выбраться не может Тогда Акалас забрал свой камень И поплыл обратно В конце концов Акалас доставил камень в другой город И, вернувшись в свою деревню Пошел к сказительнице Поклонился и сказал Сказительница, прости меня за мою заносчивость Из-за нее я потерял камень Не выполнил твое задание И стал потерянным Все это в прошлом Отвечала сказительница Теперь ты знаешь предел своих сил И всегда будешь помнить Что кроме силы и храбрости Воину также нужна мудрость И осторожность Это было сказание моря И я рассказал его своими словами Как мне рассказывал мой учитель Понятно, Исам Так ведь тебя зовут? Да, Исам из Томаа У такого симпатичного мужчины Наверное, от девушек отбоя нет Ты хочешь за меня замуж? Я? Нет Крылатыми я не интересуюсь Я просто подумала Может, у тебя уже есть на примете девушка? Нет Да И даже не Ема Не Ема Она слишком красивая Я ей не нужен Ты прямо как ребенок Слушай сам Обязательно поговори с ней Вот увидишь, у вас двоих много общего Ты просто Будь собой, понял? Ты думаешь? Может, ты и права Ты знаешь сказание ветров Звезд, моря Или возвращения? Я знаю сказание ветров Хочешь послушать его? Конечно Тогда я расскажу Это сказание ветров Мое сказание И я рассказываю его Своими словами Как мне рассказывал мой учитель В деревне Караан Что в горах высоких ветров Жила молодая женщина По имени Иоанна И у нее было лишь одно желание Взлететь выше всех И улететь дальше всех И хотя ее крылья не были шире А тело легче, чем у остальных Она не могла думать ни о чем Кроме своего полета Прошло время И однажды она и впрямь Взлетела выше И улетела дальше Чем любой другой Алатин в ее деревне И ее имя стало известно Всем племенам В горах высоких ветров Но этого Иоанне Было мало Хотя она летала лучше всех В округе Ее это не устраивало Иоанна считала Что она может летать Еще лучше Выше И дальше Она хотела превзойти всех Настолько Чтобы навсегда Остаться самым лучшим летуном В истории народа Алатинов Однажды Она решила взобраться На гору Бактаана На башню света С ее вершины Иоанна хотела Воспорить И долететь До края вселенной Ее друзья И родные Умоляли ее Не делать этого Ведь взлетать С такой высоты Очень опасно Там наверху Очень тонкий воздух И подлые ветра Но Иоанна И слушать Ничего не желала Ранним утром Взобралась она На башню света На самую верхушку Из снега и льда Оттуда Она видела Весь мир Как на ладони Она подумала Что сейчас Наконец-то Станет величайшей Среди Алатинов И слезы Навернулись Ей на глаза Иоанна Расправила крылья И спрыгнула С горы Те, кто смотрел На нее снизу Говорили, что она И вправду Взлетела выше И улетела дальше Чем любой Алатин Но потом Подлые ветра Подхватили И потащили ее Тонкий воздух Не выдержал ее И она упала И разбилась Насмерть А камни У подножья горы Ее тщеславие И желание Стать самой лучшей Погубило Несчастную Иоанну Ибо тщеславие Всегда ведет К беде Это было Сказание Ветров Мое сказание И я рассказал Его своими словами Как говорил Мне мой учитель Ну что, ты готова отвечать на вопросы? Да Задавайте ваши вопросы В сказании Ветров С какой горы Упала Иоанна Тщетно пытаясь Взлететь Выше всех С горы Бактаана Башни света Правильно В сказании Звезд Что увидела На небе Муна Что помогло И вернуться Домой Да легко Духи пяти сказителей Правильно А в сказании моря С каким существом боролся потерянный Чтобы обрести священный камень Соктава Да, правильно Теперь последний вопрос Из сказания Возвращения Что морон получил от сказителя Вернувшись из паломничества? Разбитый горшок Означающий Что разлука может разбить сердце Что ж Ты верно Ответила На все мои вопросы Стало быть Ты знаешь Все сказания Ты действительно Ветровей Скоро Наша сказительница Примет тебя Подойди ближе Человек Ближе Я не вижу Твоего лица Еще ближе Сядь Рядом со мной Вот ты какая Мои глаза Уже не те Что раньше Когда-то Я могла Различить Божью коровку На вершине дерева А теперь Еле-еле Различаю Свой ужин Но Остались Уши Слава балансу Слух Еще не покинул Меня Я слышала Как мои дети Рассказывали тебе Сказки Снаружи Ты хорошо Слушаешь И быстро Учишься У вас интересные Сказки А ваши люди Хорошие Рассказчики Для того Мы и плывем По воде Времени А латины Хранители Сказок А я их Сказительница Я должна Знать Все Предания И сказки С начала Времен Как вам это Удается Разве можно Запомнить Все истории На свете Нужно Почаще Рассказывать Их словами Своего сердца А не словами Своих предков То есть Истории Меняются Из поколения В поколение Да Так и должно быть Без изменений Сказки Станут Сухими И пресными И потеряют Свой смысл Они станут Просто словами А слова Нас не интересуют Важно Лишь то Что скрыто В словах Я должна Вам кое-что Сказать Я Ветровей А я Знаю Кто ты Не думала Я дожить До того дня Когда эти слова Коснутся Моего сердца Но вот Ты здесь Стоишь Передо мной Такая же Настоящая Как небо И солнце Извините Но я не знаю Что Ветровей Должен делать А я и не думала Что ты будешь Все знать Косатка Баланс Тебя Благословил И проклял И послал Тебя сюда Чтоб ты Исполнила Его волю Ветровей Предвестник Великого Ветра Который Унесет Нас Отсюда Много Лун назад А латины Потеряли Силу Которой Когда-то Обладали Наши кости Стали слабыми А крылья Хрупкими Раньше Мы целыми Днями Могли парить В воздухе Но теперь Мы ходим По земле Почему так Мы не знаем Даниен Так ты знаешь Отчего это? Это только догадки Но Кто знает? Еще Говорится Что Ветровей Объединит Нас С прошлым И положит Конец Вражде Я знаю Вы должны Объединиться С майорумами У ваших народов Были общие предки Я всегда Так и думала Наши сказания Так похожи Это знак Но моим Людям Будет трудно Понять Почему Ну и как Такое Может быть Если вы Этого Не сделаете Алатина И Майромы Вымрут Когда ваши народы Начали войну И вы ушли в горы Симбиоз Нарушился Там где Майромы И Алатина Жили рядом Было много Так называемого Таниена Он давал Вашим народам Рыбу Тепло И свет Но теперь Когда вы живете В горах Ваш образ жизни Рацион Привычки И традиции Изменились Может как раз Поэтому ваши кости Истончаются А крылья Слабеют Ага Ну раз так Мы должны Объединиться С майорумами И восстановить Баланс Между нами Тогда мы Окрепнем И приготовимся К путешествию Которое уже Близко Так Когда наше Сиденье Закончится Я поговорю Со своими людьми И выберу Представителя Для переговоров С майорумами А место Для встречи Выбери ты Я пришла К вам за ответами На важные вопросы Спрашивай Спрашивай Я попытаюсь Ответить Скажите А вы слышали О древнем боге О драконе Живущем На дне моря Да-да Давным-давно Когда мы Жили в мире С майорумами Среди нас Ходили истории О древнем боге Которого майорумы Почитали Он обитал Глубоко В темнейшей Бездне Океана Согласно Легенде Древний бог Когда-то Привел Майорумов В их дом В океан А потом Он уснул Чтобы набраться Сил Для путешествия Назад Назад Это куда? В Великий Океан Среди звезд Когда придет Время Он соберет Майорумов И уведет Их с собой Домой Обратно В их мир В их океан Странно Но у нас Есть похожая Сказка Там говорится Что однажды Великий ветер Что принес Нас сюда Когда-нибудь Вернет нас Домой Где мы будем Вечно парить Среди теплых Ветров Похоже на рай Да Немного Только Для этого Не надо умирать Великий ветер Просто поднимет Нас И унесет Каждую ночь Перед сном Я пересказываю Себе эту сказку Очень успокаивает А что вы знаете О драйк кинах Помнится Их всего четыре По крайней мере Так говорится В сказках Два В этом мире И два В зеркальном Белый Синий Красный И зеленый И вы знаете Где они Нет Сказки молчат Об этом Кины не любят Быть на виду Я никогда Их не видела И не думаю Чтобы кто-то Из моего народа Видел Сказания Говорят Что наше Прошлое И будущее Связано С судьбой Кинов Но как Этого я не знаю Эту сказку Нам еще Предстоит Рассказать Такой вопрос Вы что-нибудь Знаете О владениях Стража? Ну Это Дело Людей И ты Ягодка Должна Знать Об этом Больше Но ваши люди Хранители Сказок Вы помните Больше Чем забыло Все человечество Пожалуйста Расскажите мне Что знаете Но я знаю Так мало Во владениях Стража Стоит Башня В которой Он и живет Никому нельзя Входить туда Кроме того Кто был Стражем Кто есть Страж И кто Будет Стражем И конечно же Драйкины Которые Все это Создали А я Слышала О тайном Входе В эти владения Да Да Я слышала О таком Входе Хотя Я не знаю Где он Но думаю Что один Из кинов Может сказать Тебе Спасибо Вроде Я все узнала Я рада Что мои Ответы Дали Крылья Твоим Вопросам Круто И давно Ваши люди Рассказывают Истории О С тех Самых пор Ягодка Как мы Пришли В этот мир А было Это Очень Давно Так вы Не земли Из Аркадии Сказания Гласят Что еще До раздела Прилетели мы На великом Ветре Тогда земля Была единой И люди Еще не знали Магии Но мы Были Иным народом И наши Сказки Тогда были Непонятными И неточными Подобно Мутной Весенней Воде В ручье Молодые Алатины Не жалуют Эти сказки Я боюсь Что все Древние Сказания Умрут Вместе Со мной Я ведь Так стара Думаю Вам пора Обратиться К Алатинам А мне Подготовить Все для Встречи А ты Укажешь Нам место Для встречи Ветровей Я должна Выбирать Ну Скажем Отправьте Гонца К древним Пещерам На берегу Там Внутри Есть руины Подводного Города Майрумов По мне Так это место Вам обоим Подойдет Как считаете Да Да И спроси Принесут ли Они Свою Часть Камня Камня А у вас Тоже Есть Часть Ну Да Мы Хранили Его Долгие Столетия Чтобы В один Прекрасный День Его Забрал Ветровей Обязательно Ну Тогда Нам Нужно Поспешать Сегодня Важный День Так Не будем Жи Терять Времени Иди И жди Моего Посланца В Пещерах Какое место А этот запах Запах моря Скал И гнезд Это запах дома Давным-давно Здесь был наш дом Так говорится В сказаниях Тогда мы еще Жили в мире С макрах С маэрумами Теперь вы снова Можете зажить в мире А Тониен Будет приносить Вам много рыбы Вы будете Хорошо питаться И восстановите Прежние силы Скоро Вы сможете Парить на ветру Как умели Когда-то давно Надеюсь Ты права Ветровей И надеюсь Что маэруммы Согласятся Пойти на это Они кстати Придут Сказали Что придут Тихо Я что-то Слышу Мы здесь Усмиритель Вот Как и было Обещано Хорошо Теперь как представители Своих народов Вы Королева Маэрумов И вы Страж Сказительницы Алатинов Должны Исполнить Пророчество И соединить Части камня Мы надеемся Алатины Что наши народы Смогут Вновь Объединиться И зажить В мире И процветании Мы тоже Маэрумы И клянемся Сделать все Чтобы это Случилось Камень Камень Маэрум 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 Странный камень Выглядит он как-то неестественно Больше похоже на ракушку, чем на камень Ой, да оно живое Какой-то органический сенсор Большая раковина Интересно, что там внутри? Мягкая и пористая Эй, есть там кто-нибудь? Я так понимаю, что меня приглашают войти Здесь есть воздух И сухо Никогда больше не буду мыться Это не природное образование Слишком большое и круглое Я тебя знаю Не бойся Я знаю, кто ты Ага Правда? Да Правда Зачем ты пришла? Я не люблю суеты Я хочу спокойно отдыхать до Дня Восхождения Простите за беспокойство У меня к вам несколько вопросов У всех вопросы Всем подавай ответы Я не оракул Я не могу отвечать на твои вопросы Я и не думала, что вы ответите на все Но хотя бы на некоторые можете попытаться Тогда спрашивай и ступай Я ищу камень под названием Глаз Дракона Да У меня есть такой камень Похоже на то Возьми его Вы уверены? Возьми Теперь он твой Это часть твоей судьбы Ладно Будет больно, скажите Кто я? О чем ты? Вы сказали, что знаете, кто я И кто же Ты не знаешь Тогда не я должен рассказывать тебе Твою историю Ты должна узнать сама Слушайте Я устала Мне мокро Я торчу на дне моря И дышу через полип в горле Так что не надо тут гнать всякую буддийскую хрень Про поиск самой себя Отвечайте по делу На твой вопрос Уже был дан ответ Это все, что я скажу тебе Твое путешествие Началось с ответа А вопрос Ты задала сейчас Спасибо Хоть я и нифига не поняла Что такое день восхождения? День, когда кины вернутся домой Когда мои братья придут ко мне И мы полетим к звездам И вернемся в свою колыбель Это день восхождения Значит, вы хотите вернуться? Откуда пришли? Да Мы вернемся Когда все будет готово Когда все будет готово? Я не буду отвечать Тебе необязательно Знать это Мне нужно узнать Где искать вход во владение стража И ты пришла ко мне? Мне сказали Что про вход можете знать только вы Я знаю Когда землю разделили Осталась открытая дверь Там, где была построена башня Но ведь это место переместилось, нет? Когда создали Старка и Аркадию Это место сдвинулось Оно в небе среди звезд Где именно? Я знал, что ты придешь Ты идешь Не бесшумно Даже здесь, внизу, я слышал тебя Я говорил с темным народом Они мои посланники Они приготовили тебе карту Там есть вход Который ты ищешь Вы знали, что я приду? И зачем тогда? Может, это дурацкий вопрос Но все же Почему вы раньше не послали ко мне темных людей? Вы бы мне так жизнь облегчили Кто говорил, что будет легко? Никто Но можно ведь помочь немного? Нет, нельзя Ты должна была исполнить пророчество И свое предназначение Объединить моих детей Спасибо тебе за это Теперь я Хочу спать Что вы там говорили про карту? Она у темного народа Они встретят тебя Я отнесу тебя к ним Что, прямо сейчас? Да Держись Субтитры создавал DimaTorzok Корабль окружен густым туманом Очень таинственно Лица не видно, но вроде бы это мужчина Высокий мужчина в темной мантии Он из темного народа Спасибо, что подобрали Вы кто? Вообще-то я думала, что вы... Разве старый дракон вам не говорил? В общем, я Эйприл Райан Из Тарка А вы типа темный человек Важнее, кто ты? Я? Я просто... Студентка Ничего особенного Ты особенная Кто ты? Я не знаю Я просто... Так сразу и не расскажешь Значит так Я Ветровей Усмиритель Вод Эйприл Банду Эмбата Канан Гла И прочее, и прочее, и прочее Я могу перемещаться между мирами И когда-нибудь стану тринадцатым стражем баланса Я Эйприл Райан Как-то так Да Это именно ты А еще ты волна В каком это смысле Волна? У тебя есть предназначение И очень важная роль Волна Это тот, кто подталкивает людей к переменам К будущему Я, значит, еще и подталкиваю Ну ладно, продолжайте Колебания от тебя идут во все стороны И они никогда не утихнут Твое путешествие изменит оба мира То есть, все, что я делаю, влияет на ход вещей? Так и должно быть Ты же волна Древний дракон Синий кин Ничего не говорил про мою карту? Да Ее сделали в нашей библиотеке И отдали мне на хранение Теперь она твоя Храни ее Другой такой нет Мне нужен древний камень Который вам дали часовые Отцы Так ты пришла за камнем Конечно, он у нас Если бы у нас его не было Наш корабль не поплыл бы встречать тебя Офигеть Все только меня и ждали Я уж и не мечтала, что все может оказаться так легко Так будет не всегда Можешь мне поверить Но вот наш камень Мы доверяем его тебе, как нам велели отцы Когда сами доверили его нам Нельзя ли отвезти меня в Меркурию? Если вас не затруднит Мы отвезем тебя в Меркурию Это займет целую ночь Но на рассвете мы будем там Здорово Спасибо Пока мы плывем, можешь отдыхать и отсыпаться Огонь согреет тебя Но не уходи далеко Мои братья не любят чужеземцев И не любят, когда к ним вторгаются Ого Я запомню С места этого не сойду Хорошо Спи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!